Пожар на борту российского глубоководного аппарата, как сообщили Минобороны, его жертвами стали 14 подводников, они отравились продуктами горения. ЧП произошло в понедельник в российских водах. Батискаф изучал дно Мирового океана в интересах военно-морского флота. По данным СМИ, несколько моряков спасены, сам аппарат находится на базе в Североморске, расследование ведет главнокомандующий ВМФ. Владимир Путин принес соболезнования семьям 14 моряков, которые погибли во время пожара на глубоководном аппарате Северного флота. По словам президента, среди погибших семь капитанов первого ранга и два героя России, об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Сергей Петрович, это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших, семь капитанов первого ранга, двое героев России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать их помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой погиблии. Прошу вас по возвращению доложить мне лично. Ранее Миноборона сообщила о гибели подводников в результате пожара, который возник на глубоководном аппарате 1 июля. Что известно об этом ЧП и о самом аппарате Мехозадорожной Продушина. Пожар возник в ходе исследований дна в российских территориальных водах. Экипаж глубоководного аппарата сумел погасить огонь. Причиной гибели людей стало отравление продуктами горения. Сам аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморске. Другой официальной информации о ЧП пока нет. Новая газета сообщает о выживших в результате аварии. По сведениям издания, в госпитале Североморска находятся пятеро пострадавших моряков. О том, как отнеслись к случившемуся жители города, рассказывает главный редактор Североморска Лайф Евгений Карпов. Кто-то комментирует в таком ключе, что вот, как обычно, не досмотрели, не усмотрели. Кто-то молча выражает свои соболезнования, грубо говоря, и на этом останавливается. Кто-то пытается обсуждать, искать новое, по всем произошедшим. Но, в любом случае, не нам как бы решать, что произошло, что там было, потому что нас там не было, грубо говоря, да, то есть мы не являемся фактическими очевидцами этого происшествия. И даже я не могу, как бы, на данном этапе что-либо конкретного рассказать о том, что там было, потому что это, как я уже говорил, это стратегическое оружие там располагается, то есть, ну, я не знаю, на входе. И когда разрушают о таких объектах, как модуль, который спускался, на этом обсуждения все заканчиваются. Минобороны не называют аппарат, на котором произошел пожар. По данным РБК, речь идет об АЭС-12. Газета РУС со ссылкой на источники сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание, но это был другой аппарат, АЭС-31. Оба построены в рамках одного и того же проекта, 10-831, который был разработан ленинградским КБ Малахит, 80-е годы прошлого века. Проект секретный, даже качественных фотографий аппаратов нет. В январе 2015-го журнал Top Gear Russia опубликовал снимки с Белого моря, где журналисты испытывали автомобили. На одном фото на заднем плане виден аппарат, который считают АЭС-12. Правда, силуэт его похож на обычную подлодку. Сообщается, что на борту аппаратов, называемых атомной глубоководной станцией, нет вооружений. Они способны погружаться на глубину до 6000 метров. Предположительно, это батискав, который подвешивается к более крупной субмарине. По данным из открытых источников, экипаж аппарата 25 человек, все они офицеры. Сообщалось, что АЭС-12 принимал участие в исследовательской экспедиции «Арктика-2012», в ходе которой занимался сбором грунта на глубинах до 3 километров. Эксперты Пентагона называют эти станции диверсионными аппаратами для разрушения подводной инфраструктуры и, в первую очередь, кабелей связи. Например, интернет. Они могут быть модернизированы в субмарину на колесах, то есть в аппарат, способный передвигаться по морскому одноколесным способам. Что еще известно об этих станциях, рассказал бизнес-ФМ главред журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский. Это АЭС, то есть атомная лодка специальная. То есть, на самом деле, глубоководная станция с ядерным реактором, способная действовать на сверхбольших глубинах, входит в состав главного управления глубоководных исследований. Она не оснащена вооружением, а оснащена специальным оборудением для работы больших глубинных, в том числе выполнять там некоторые донные работы. Например, проверяется целостность кабелей специально, устанавливает оборудование разведанное на систему освещения подводной обстановки, свои, собирает специальное устройство там и прочее, прочее, прочее. По некоторым данным, носителем глубоководных аппаратов является атомная подлодка БС-136 «Оренбург». Возможно, она и доставила пострадавший аппарат на базу в Североморск, но так ли это можно только предполагать. Нарвежские власти заявили, что не обнаружили аномально высокого уровня радиации после того, как в районе Баренцева моря загорелась российская подводная лодка. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на директора норвежского агентства по радиационной ядерной безопасности. По его словам, российская сторона сообщила агентству, что на борту лодки произошел взрыв газа. Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать проблема с аккумуляторной батареей при подъеме с глубины. Об этом сообщил Форб со ссылкой на источники. Официальной версии пока нет. По словам главы Минобороны Шойгу, подводники исследовали гидросферу. В Кремле заявили, что часть информации не будет опубликована из-за секретности, но Минобороны пообещали обнародовать имена погибших. Минобороны впервые назвали имя одного из членов экипажа сгоревшейся подлодки. Капитан 2-го ранга Дмитрий Славьев спас гражданского специалиста во время пожара на глубоководном аппарате. Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Славьев задравил люк для распространения огня. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа, сказали в верности. В сообщении Минобороны не говорится о том, удалось ли выжить капитану 2-го ранга. Причиной пожара на подлодке, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать проблема с одной из аккумуляторных батарей. Об этом сообщил Форб со ссылкой на собеседника судостроительной промышленности. По его словам, пожар мог начаться, когда аппарат поднимался к носителю. Экипаж смог обеспечить подъем аппарата на поверхность, не допустив повреждения его атомной установки. Это позволило избежать более серьезных последствий. Эту версию подтвердил источник Форбса в оборонном ведомстве. Официальная версия случившегося не называется. Насколько правдоподобной выглядят озвученные версии Форбса, комментирует Игорь Британов, командир атомной подлодки стратегического назначения КАД-219, которая погибла в 86-м году в водах Атлантики. Может быть, но аккумуляторные батареи обычно взрываются. А, то есть она бы не загорелась как-то, а именно прямо... Да, там же каждый выдумывать может. Вот там сейчас есть информация, что это вообще не АЭС-12, а носитель совсем другой корабль. Судя по количеству погибших, мне непонятно, почему такое большое количество. Это значит, если там такое количество офицеров, это если маленький носитель, значит, там выгорел центральный отсек. А причина выгорания, бог его знает, куча вариантов. Сейчас все закрыто, никто ничего не видит, до тех пор, пока президентам не скажет, будет только отдельный домоск проявляться. Погибшие подводники вышли последнее плавание из Санкт-Петербурга. Об этом в рио главы северной столицы Александр Беглов написал на своей странице ВКонтакте. Правда, номер части Беглов не назвал. Сейчас вот там идет. Власти Петербурга рассмотрят возможность единого захоронения погибших в Баренцевом море подводников в случае согласия их родственников. Погибшие подводники жили в Питере и Ленинградской области. Выжить удалось четырем членам экипажа глубоководного аппарата, заявил в эфире «Россия-24» военный эксперт Константин Севков. РБК со ссылкой на свои источники назвал также модель аппарата. Это глубоководная атомная станция С-12, а по более поздним сведениям АЭС-31. Официально ни один погибший на подлодке до сих пор не назван, только один до сих пор из погибших не назван. Но в соцсетях и в Телеграм-каналам разошлось фото якобы всех 14 подводников. Мурманский храм спас на водах, опубликовал на своем сайте имена всех погибших моряков. А проект базы со ссылкой на источники назвал имена и фамилии 4 из 14 погибших. Сергей Шайгур сказал, что находившиеся в сгоревшем аппарате подводники исследовали гидросферу. Такое заявление министр обороны сделал на пресс-конференции в Североморске, куда он приехал по поручению президента для выяснения причин пожара на глубоководном аппарате Северного флота. Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы на научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах в Баренцевом море возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти. В критической ситуации моряки-подводники действовали гидросферские. Из отсека охваченного огнем в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространение пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших были капитаны первого ранга, трое капитаны второго ранга. Двое из них являлись героями России. Все погибшие офицеры будут представлены государственной наградой. Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям. Сергей Шойгу поставил задачу кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, сообщили Минобороны. Портал Северопост нашел первых очевидцев ЧП на подлодке. Это рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива. Издание не раскрывает их имена, поскольку они ведут нелегальный промысел. По словам рыбаков, 1 июля около 9 вечера на поверхность моря поднялась большая подлодка, к которой вскоре подошли военные корабли и два буксира. На палубах рыбаки видели бегающих людей. Затем подлодка, по словам рыбаков, в сопровождении других судов, своим ходом отправилась в сторону Оленья Губы, где базируется субмарин. Очевидцы утверждают, что никаких признаков пожара они не наблюдали. И по последним данным, Минобороны пообещали обнародовать имена всех 14 погибших в Баренцевом море членов экипажа подлодки.